Привет всем из Токио! Вы на канале о моде красоте. Сегодня в этом видео мы с вами отправимся в аптеку в небольшом магазинчике косметики. Покупаю недорогую популярную косметику. Все пробую, покажу вам, что понравилось, что нет. Купила 25 одинаковых карандашей для бровей на всю жизнь. Рассказываю почему, показываю образ дня и мы с вами поужинаем во французском ресторане. Приятного вам просмотра! Сейчас мы с вами находимся в районе Гинза. И я как раз была недалеко. Вот в сетевой аптеке называется она Мацумото Киоши. Давайте заглянем, посмотрим, что продается. В Японии в аптеках продается далеко не только лекарства, но и много различной косметики. Здесь, например, очищение для кожи недорогие марки. А это SPF защита от вредных солнечных излучений. Одни из самых популярных средств. Канебу Али называется. Можно найти обычные прозрачные средства. Есть также с цветокоррекцией. Те, которые можно наносить под макияж. А это Шесейда. Линейка называется Анесса. Тоже средство водостойки от солнечных излучений. Самая мощная защита. SPF 50. Вот эти кремы очень популярные. Иностранцы тоже активно их покупают. Они предназначены для огрубевших участков кожи. Например, для ног, для пяток, для рук. Юскин называется. Своеобразный запах у него. Но здорово увлажняет, смягчает кожу. Здесь различные витамины, бады. Самое хорошее, конечно, японского производства. В основном производство Японии. Но нужно все же смотреть. Разные продаются. Вот, например, клетчатка. Показывал вам уже на канале. Обед мудреца называется. Внутри входят стики с порошком, который не имеет вкус. И можно подмешивать в любую еду. В напитки. Для тех, кто соблюдает диету, улучшает пищеварение. А это бренд Фанкель. Известные очень пищевые добавки, витамины. Специально сбалансированные комплексы. Разделены по возрасту. В розовой упаковке для женщин, в синей для мужчин. И внутри в отдельных пакетиках собрана дневная норма. И также продается, еще показываю вам на канале, для выведения пигментных пятен. Очень хорошее средство. Тоже удобно пить. Маленькие таблеточки, запивая водой. Также можно использовать еще специальную сыворотку. Наносить ее точечно. Вот такая. Мелано-сиси называется. Несколько месяцев можно избавиться от пигментных пятен. Лекарства, конечно, тоже продаются в аптеке. И много разных интересных, как бы так сказать, сезонных пластырей. Летом, когда жарко охлаждающих. А зимой, когда холодно, подогревающих. На глаза, например, на плечи. На плечи, кстати, очень хорошая вещь. Расслабляет в любой сезон. Можно использовать. Они бывают еще с ароматерапией. Итак, давайте смотреть косметику. Я хотела что-нибудь попробовать из лайнеров. Хочу стойкий лайнер. Маски для лица, конечно, увлажняющие тоже продаются. Но, знаете, в этой аптеке мне не понравился ассортимент. Здесь очень маленький выбор. Тушь для бровей с цветом. Очень популярная в Японии. Тоже хотела попробовать. Но здесь такой маленький выбор. Буквально три цвета. Четыре представлены. Посмотрю в другом месте. Более дорогие марки тоже здесь продаются. Фангель, например, Доктор Силабо. Потому что эта аптека в туристическом месте. И здесь много чего интересного представлено. Конечно, это стенд для мужчин. Косметика, уход, шампуни, десторанты. Сладости около кассы. Тоже можно приобрести в аптеке. Персонал. Сейчас опять набрали очень много китайцев. И этот магазин рассчитан больше на туристов, как мне показалось. Всего понемногу представлено. Это огромный стенд. Средства для полости рта. Зубные пасты. Ну, в общем, с одной стороны много всего. А с другой стороны достаточно популярных некоторых средств нет. Здесь давайте спустимся на этаж ниже. Это аптека двухэтажная. На минусовом этаже в основном декоративная косметика. Средства для волос. Тоже выбор ассортимент. Мне не понравился. А вот разные туши, лайнеры. Здесь, конечно, можно найти много чего интересного. Японского производства. Стойкие, водостойкие лайнеры. Для стрелки очень хорошие. Это клей для ресниц. Разные реснички продаются. Очень натурально выглядят. А это моя любимая тушь. Для ресниц Heroin Make Kiss Me называется. Мне нравится вот такой вариант. Для придания объема. Она продается в черном и в коричневом цвете. Очень водостойкая тушь. Не течет, не отпечатывается, не осыпается. Никаких комочков. Отличный вариант. Я часто такую покупаю. Еще, да, есть лайнеры для стрелки с тонкой кисточкой. От этой же марки я сейчас выберу, покажу вам потом. А это недорогая линейка от Shiseido. Здесь очень популярный тушь для ресниц. Называется Long 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 Long. А марка называется Majolica Majorka. Я вам показывала эту тушь на канале в Beauty Video. Мне она тоже очень понравилась. Она очень сильно удлиняющая. У меня ресницы плохие, тушь подобрать сложно. Но это одни из немногих вариантов, которые мне очень нравятся. Необычная кисточка и много фибры, которая сильно удлиняет. Ресницы в черном, в коричневом цвете продается. Тоже не осыпается, не течет. Водостойкое производство Японии. Из масс-маркет марок очень популярное. Vise. Марка тоже японская. Очень хорошее качество. Даже сложно назвать масс-маркетом. Очень такой хороший масс-маркет. Что-то даже среднее между люксом, наверное. Вот такие огромные стенды. Я мало что пробовала в этой марке. Но то, что пробовала, было очень даже неплохой. Кейт Токио. Бренд от Канебо. Один из самых популярных у японской молодежи. В этой марке я пробовала очень много разных средств. Вот эти тени очень хорошие. По одной штучке можно набрать свою палетку. Либо использовать в отдельности. По одной штучке они продаются в таких прозрачных, пластиковых кейсах. Разные текстуры, матовые, с блеском, жемчужные. Выбор огромный. Больше 100 оттенков. Еще очень большой популярностью в Японии пользуются лайнеры для глаз и средства для бровей от Кейт Токио. Тени, карандаши для глаз, для бровей. Вот интересные новинки. Карандаши для бровей в светлых цветах. Для блондинок очень сложно найти хороший карандаш, потому что они постоянно то желтые, то рыжие в разных брендах. Притом не только в японских, но и в европейских марках очень сложно найти хороший оттенок, холодный для блондинок. Кофред Дор. Еще один из очень известных марок. Масс-маркет, очень качественных. Это макияж от Шоссейда и линейка декоративной косметики. Только для внутреннего рынка вот такие бренды производят очень хорошие. А эта марка называется Киэн Мейк. Недорогая японская марка. Никогда не покупайте здесь тени. Извиняюсь, очень все мигает. Сложно было настроить камеру. Но здесь, по-моему, нужно взять карандаш. Я его сейчас попробовала. Он великолепный. Давайте я куплю, попробую, покажу вам. Несколько оттенков. Черный, коричневый, конечно. И есть еще более холодный серый, хаки цвет. В общем, да, берем. Попробую, испытаю на стойкость и покажу вам. Косметика масс-маркет. Вот недорогая, но здесь качество недалеко не всех продуктов хорошее. Я пробовала, но не показывала даже вам. Тени покупала один раз. Очень сильно они осыпались. Никогда не покупайте тени в этом бренде. Недорого стоит, но осыпаются выброшенные деньги. Вот такого плана я покупала. Как-то разрешила попробовать недорогую косметику. Шосейда, эликсир, линейка. Продается также в аптеках и в специальных магазинчиках, где продают косметику. А люксовые бренды в Японии продают в Департмент 100, в универмагах. Пудра для умывания в капсулах от Suicide. Тоже вам показывала много раз. Очень хорошая. Высыпаете на руку, вспениваете пенку, умываетесь. Энзимная пудра для очищения пор. Для гладкой кожи. В золотых капсулах для сухой кожи с добавлением масла. Отличная вещь. Друзья, в общем, в аптеке я не нашла то, что мне нужно. Кое-что хотела еще попробовать от японской марки. Я зашла в другой магазин. Называется Loft. Здесь целый этаж косметики. Бренд называется UZU. И я хотела попробовать именно вот эту тушь. Именно в бордовом оттенке. Гургундия называется. Вот она стоит последняя. Берем или попробуем другой цвет. Так интересно, видите, флаконы разные. Разного цвета. Еще в этой марке жидкие лайнеры. Тоже разноцветные продаются, популярные. Но почему-то они все распроданы. И оттенок, который я хотела, нету. В наличии бордовый под тушь. Видите, разрисован как стенд. Можно пробовать. Карандаши, лайнеры на бумаге. Еще одна линейка тоже. Лайнеры жидкие. А вот тушь для ресниц, как раз, которую я хотела. Ой, вернее, для бровей. Да, популярная тушь для бровей с цветом. Видите, желтая с фиолетовым наклейкой. Косметическая премия. Какой оттенок? Вот это номер 03. Светлый. Мне кажется, хороший. Давайте посмотрим еще другие. Более темные цвета. Конечно, для брюнеток не такая большая проблема найти средства для бровей. Они в основном, думаю, многим подойдут. Коричневых темных оттенков очень много. Хороших. А вот светлые все как-то не очень. Вот это, по-моему, тоже неплохой цвет. Но он намного темнее. Я вообще люблю светлые брови. 12. У кого более темные русые волосы, думаю, подойдут. И 9 тоже темнее. 11 красно-коричневый. Ну, что делать? Берем третий. Я думаю, что он больше всего мне подойдет. И зашла еще в другую аптеку. Купила лайнер. В общем, покажу все дома. Что купила? Лайнер написан на водостойке. Kiss Me Heroin Make. Бренд. Тот же, что и моя любимая тушь. Купила тушь для бровей с цветом. Номер 3 оттенок. Попробуем сейчас с вами. Что еще? Хотела вот такой тушь попробовать. Узу бренд в бордовом оттенке. И еще взяла карандаш для бровей. Мне показалось, что хороший цвет должен быть. В другом магазине тоже купила. В другой аптеке зашла еще. И вот такой вот карандаш водостойкий. Для глаз мне он показался очень мягким. А это моя любимая тушь. Покажу вам еще раз. Kiss Me Heroin Make. Из масс-маркет-марк японских. Мне кажется, одна из самых лучших. Розовые упаковки. Удлиняющий вариант. Но мне больше нравится объем. Вот такая фиолетовая упаковка. Очень хорошо держит завивку ресниц. Подкручивает их. Придаёт объем. Без комочков. Не течет, не осыпается. Отличная тушь для ресниц. Но сегодня у нас с вами новинки. Эту тушь я вам уже показывала много раз. А сегодня попробую водостойкий жидкий лайнер. С тонкой кисточкой. Здесь написано водостойкий. Я думаю, что он должен быть очень стойким. И можно будет прорисовать даже межресничное пространство. Открываем, посмотрим, попробуем. Очень тонкая кисточка написана. Устойчив к слезам поту и кожному салу. И смывается горячей водой. Упаковка очень симпатичная. Накрасила тени. И буду пробовать лайнер. Очень тонкая кисточка. Действительно, можно нарисовать тончайшую стрелку. Очень удобно. Быстро можно подчеркнуть глаза. Я выбрала в коричневом оттенке. Раз он стойкий, буду пробовать прорисовывать им межресничное пространство. Да, действительно, он не течет. Очень хорошая стойкость. До этого я пользовалась только карандашами для прорисовывания. Именно слизистыми, межресничного пространства, водостойкими. А лайнером первый раз прорисовываю. Конечно, нужно привыкнуть. Не ткнуть себе в глаз кисточкой. Лайнеры от этой же марки, что и моя любимая тушь. Стрелка получается идеально. Рисует ровно, гладкий. И стойкость хорошая. Мне очень понравился. Оставлю ссылку внизу под этим видео, где можно приобрести, если вам тоже что-то захочется попробовать из этих средств. Отличный лайнер. Минусов никаких не увидела. Ставлю ему лайк. Давайте попробуем карандаш для бровей Kate Tokyo. Бренд от Kanabo. И в этой марке очень много хороших средств для бровей. Но часто мне не подходят цвета. Не так давно тоже покупала карандаш. В магазине мне показался хороший цвет. Лучше сейда марки. Попробовала дома. Он оказался рыжий. Очень теплый цвет. Но вот решила рискнуть попробовать еще один Kate Tokyo. Тонкий выдвижной карандаш. И о чудо, друзья! Я его пробую. И это просто идеальный оттенок. Если вы вдруг блондинка, я думаю, вы наверняка меня понимаете, как сложно выбрать карандаш. Как сложно подобрать идеальный оттенок для бровей. Этот цвет холодный, но не серый. Светлый, как я люблю. Вы посмотрите. Такой цвет это такая большая редкость. В общем, все. На следующей неделе пойду куплю себе еще несколько штук таких карандашей. Сразу штук пять возьму. Посмотрим тушь для бровей. Марка тоже Kiss Me. Оттенок номер 03. Вот такие симпатичные упаковки. Производство Японии. Да, вся косметика японская, которую я вам сегодня показываю из аптеки. Написано большой выбор оттенков. И что входит специальная ухаживающая сыворотка еще за волосками. То есть это не только декоративное средство, но и уход для бровей. Фиксирует непослушные волоски плюс цвет. С удобной кисточкой средства прочесываете брови. Они становятся более объемными, более пушистыми. И оттенок вот такой вот светлый, бежевый. Он теплый. Но я бы не сказала, что он сильно рыжий или желтый. Мне очень даже подходит к волосам. Особенно совместно с более серым карандашом. Вместе получается очень хороший цвет. Такой не холодный, не теплый. Застывает через несколько секунд. И брови становятся более жесткими. Держат форму. Смотрятся более пушистыми. Устойчив к поту, к воде, к кожному салу и к трению написано. Добавлю немного карандаша от Kate Tokyo. Номер оттенка у карандаша GY1. Очень красивый цвет. Посмотрите в сравнении. Видите, карандаш более холодный. А у туши для бровей более медовый оттенок. Сочетание идеально получается. Хорошая тушь мне понравилась. А теперь давайте попробуем карандаш. Водостойкий для глаз. Недорогая японская марка. Называется Ken Make. Гелевый карандаш. Тонкий. Нужно выкручивать немного совсем. Скользящее, очень гладкое нанесение. Посмотрите, как великолепно рисуют на водной линии. Буквально за одну секунду можно подчеркнуть глаза. И это водостойкий карандаш. Поэтому он не течет. Оттенок номер 11. Холодный. Серый цвет. Посмотрите, какое гладкое нанесение. Он очень мягкий, гелевый, тающий. И в описании написано, тает как шоколад. Действительно, это так. Посмотрите. Как сливочное масло. При этом он застывает и становится очень сильно стойким. Можно подчеркивать, вернее, даже нужно подчеркивать им водную линию. Межресничное пространство. Цвет сильно пигментированный. Яркий, мягчайший карандаш. Удобный, тонкий. Ставлю ему тоже 5 из 5. Очень мне понравился. Сегодня очень удачные покупки. Много хороших находок. Но я выбирала из популярных средств. Из тех, на которые в Японии очень хорошие отзывы. Может быть, поэтому такое попадание. И давайте попробуем тушь для ресниц. В цвете бургунди. Бренд называется Узу. Я припудрю немного ресницы. Часто так делаю. Перед нанесением туши обычно она еще лучше ложится. Вот такая тонкая, немного изогнутая кисточка. Эту тушь я выбрала таким образом. У одной моей знакомой Японки очень плохие ресницы. И вдруг, в какой-то момент я увидела, что они у нее длинные, такие пушистые, красивые. Я спросила, что за тушь у тебя сегодня на глазах. И она мне сказала, что это бренд Узу. Вот именно в этом оттенке так красиво смотрелся он. Подчеркивал глаза и ресницы длинными казались. Покажу вам этот красивый оттенок. Но я не пойму, друзья. Я наношу, но на моих ресницах почему-то такого эффекта нет. И немного комочки даже какие-то присутствуют. В общем, пока я не поняла. Попробую еще раз. Итак, фавориты сегодня. Что мне понравилось? Неплохая тушь для бровей с цветом. Фиксирует волоски. Брови такие получаются пушистые. Более густые зрительные. Она стойкая, при том смывается горячей водой. Вот этот лайнер тоже смывается горячей водой, но тоже супер водостойкий. Отличная вещь. Можно рисовать и стрелку сверху, и даже внутри. Между ресницами прокрашивать. Отличная стойкость. Очень понравился. И главный фаворит, друзья, сегодня это для бровей карандаш. Отличный цвет. Просто идеальный. То, что я искала. Но что я сейчас обнаружила, что на нем написано, что он лимитированный. Так что я завтра побегу в магазин. Тушь для ресниц Узу. Пока я не поняла. Вроде неплохо. В то же время сильного удлинения и объема я тоже не вижу. И комочки. Немного есть все-таки. Из плюсов. Очень красивый цвет. Подчеркивает цвет глаз. Выделяет их. Удобная кисточка. Но все же не то, конечно. Я вам все-таки рекомендую самое лучшее. Что действительно понравилось на 100%. Поэтому тушь пока рекомендовать не буду. Итак, я переодеваюсь. Мы с вами отправляемся в ресторан. Надела сегодня платье. Такое черное. С плиссированной юбкой и рисунок. Вышивка белая. Снежинки. Цветочки. Накрашу губы и покажу вам карандаш помада от японского бренда Суку. Оттенок номер 2 я использую. Вот таким образом они вынимаются. И очень удобно. Можно подчеркивать и контур губы по всем губам. Легко наносится. Очень кремовый карандаш. Не сушит губы. Даже немного увлажняющий. Плотное покрытие. Я сегодня использую оттенок номер 2. Розовый. Приглушенный цвет. Мне нравится второй и третий. Часто ими пользуюсь. Тонкие длинные черные стики удобно брать с собой в сумочку. А сумочку возьму сегодня классическую в Шанель. Вот такой образ получился. А будь хотела ботинки грубые. От витон без каблука. И на невысоком каблуке такие миу-миу. Какие лучше подойдут к этому образу? Померю. Это витон без каблука. А это миу-миу. Пишите в комментариях какие лучше. Сверху надела пальто, палантин. Сегодня на улице прохладно. Перчатки взяла вот такие с замочками у Термес. Да, обувь все-таки выбрала ботинки на каблуке. Они очень удобные. Широкий, устойчивый каблук. Ресторан, в который мы сегодня с вами отправляемся, находится в районе Гинза. В переулках вечером зажигаются огни. Очень красиво здесь. Вот такое название ресторана Сэйю Гинза. Раньше в районе Гинза был отель пятизвездочный. Назывался он Сэйю Гинза. Но он закрылся несколько лет назад. И сейчас открыли ресторан. Под этим же именем отель пока не собираются, видимо, открывать. Классический ресторан. Находится он прямо напротив большого многоэтажного торгового центра Гинза 6. А слева строят какое-то здание и аптека, где мы с вами были в начале этого видео. Такой вид из окна. Интерьер очень простой, классический. Сервис тоже очень хороший здесь. Тихо, спокойно, как в любом классическом французском ресторане. Посмотрим меню, что предлагают сегодня на ужин. И за вас, мои дорогие подписчики, выпью шампанского, как всегда. Закуски и буду показывать другие блюда. Интересно подается трюфельный мусс в скорлупе от яйца с поджаренным хлебушком. Хребушком, тостом куни. Это морской ёж, чёрная икра, красная икра, морепродукты, желе. Очень вкусная закуска была. А это фирменное блюдо лосось. Официант сказал, что это было любимое блюдо гостей отеля Саюгинза, когда он ещё был. Это рыба и мясо на горячее. Десерт перед десертом. Он был тоже очень вкусный. С японским цитрусовым юзу, очень ароматный. А главный десерт это суфле. Подается горячим, со фруктовым мороженым, с черпетом. Чай, кофе, небольшие сладости. Вот такой сегодня прекрасный, очень вкусный ужин был. Приветствую, друзья! Я дома и хотела показать вам, как продержался макияж. Очень хорошие средства для демакияжа, для удаления очень стойкого макияжа с глаз. В последнее время я часто использую двухфазное средство от Лунасол. Отлично удаляет даже очень сильно водостойкую тушь, карандаши. Но тут что-то пошло не так. Эта тушь для ресниц узу оказалась не классической водостойкой тушью. Она очень слабая к трению и снимается водой. Нужно смочить руки в воде и просто потереть ресницы. И она легко смоется, но она крошится. То есть ее нельзя вот так вот тереть, как я сейчас делаю гидрофильным маслом. Как обычно я умываюсь, она очень сильно крошится. И вся эта крошка мелко попадает в глаза. Это был ужас. В общем, нужно было прочитать инструкцию. Сначала, потом промывала глаза каплями. Прошло несколько дней и я решила дать второй шанс этой туши. Я не стала наносить пудру на ресницы. И она ложится намного лучше. Да, действительно нет комочков. Ресницы смотрятся более пушистыми и длинными. Вот такая тушь. Я не знаю, буду ли я ее покупать повторно. Вряд ли, наверное. Но в принципе она действительно неплохая. Только нужно знать нюансы, как ее удалить. От карандаша, друзья, я в полном восторге. Идеальный цвет для бровей. И вот чем это закончилось. Рассказываю, как дело было. 25 карандашей я купила. Представляете, 25 карандашей себе одной. Поделюсь только с близкими родственниками. Я пришла в магазин. И так решительно думала купить хороший карандаш штук 5. Думаю, может быть даже 10. Смотрю, а их нет. Именно этого оттенка нет в продаже. Я спросила консультанта. Она мне сказала, что это лимитированный оттенок. Все, они распроданы. Я вернулась домой. Вот название оттенка номер. Очень расстроилась. Потому что, ну действительно, карандаш найти это целая история. Для бровей, для блондинок. Тем более, для таких требовательных, как я. У нее постоянно то желтый, то рыжий, то слишком темный. А эта, наконец-то, нашла идеальный цвет. Ну, в общем, я нашла их в другом магазине. И решила купить не 5, а 25. Но зато теперь, много-много лет, мне не надо думать о том, чем красить брови. Я не думаю, что я буду перекрашивать волосы в темный цвет. В общем, нашла свой идеальный карандаш. Покажу вам еще раз оттенок. Он идеальный для очень светлых, русых волос. Для светлых, пепельных. Но он не слишком серый. Поэтому он подойдет и тем, у кого, например, теплый, светлый цвет волос. Тем, у кого более светлые брови. Вот такой шикарный цвет. Карандаш выдвижной. Очень тонкий. Удобно им рисовать. Получается такой дымчатый эффект. Он очень гладко рисует. Перед этим я вам показывала еще карандаш от Шуэмура для бровей. Тоже очень хороший цвет. Но он не холодный. Он более теплый. Покажу вам в сравнении. В нем нет серого. Он бежевый, теплый цвет. Называется грецкий орех коричневый. 0,7 оттенок. А это еще один цвет я нанесла. Более темный. Называется Stone Grey. Тоже от Шуэмура. Он холодный и подойдет для русого цвета волос. Для более темного русого. А это Анастасия Беверли Хиллс. Карандаш в оттенке блонд. Рыжий. Может быть, на руке вам не видно. Но для меня он рыжий. Но я его все равно использовала. Приглушала вот такими карандашами от Бобби Браун. Но в общем, здесь половину сняли с производства. В Бобби Браун был хороший светло-серый цвет. Сейчас нету таких оттенков. Холодных почему-то все производители. Видимо, считают, что у блондинок должны быть рыжие брови. Ну, в общем, да. Такой цвет найти очень сложно. Поэтому я рада, что нашла наконец-то идеальный подходящий мне цвет для бровей. Он сверху, справа. Показываю вам при разном освещении. При электрическом тоже. И на листе бумаги тоже покажу. Но это 4 карандаша, которые мне нравятся. Слева Canebo Kate. Холодный оттенок. Следующий идет Shu Uemura светлый. Потом Shu Uemura темный Stone Grey. И Анастасия Беверли Хиллс. Оттенок блонд. Он более теплый, рыжий. А все. Поздравьте меня, друзья, с удачной покупкой. 25 карандашей для бровей. Да, если вам, кстати, захочется купить, я оставлю ссылку. Но как долго они будут в наличии, не знаю. Открывайте стрелочку, смотрите под видео в инфобоксе. Оставлю ссылки на все средства, которые мне понравились. А это мой запас. Все, больше не буду пробовать карандаши для бровей. Купила еще 3 карандаша для глаз. Тоже они мне очень понравились. Can Make в разных цветах. Покажу вам другие оттенки. Они недорогие и очень качественные. Хорошо держатся. Тонкие карандаши. Вот таким образом сначала нужно несколько раз повернуть. Когда он новый, чтобы карандаш выдвинулся. Только первый раз так. А потом 1-2 поворота достаточно. Первый серый оттенок 11. Очень темно-коричневый 03. И давайте распакуем еще один. Это оттенок номер 07. Как раз он подойдет под тушь. Бордово-коричневый оттенок. Но для слизистой, наверное, все-таки выбирать лучше коричневый и серый цвета, черный. Слишком близко к глазам, наверное, лучше без красного. Вот такие карандаши. Отличное качество. Просто великолепно они тающие, скользящие. Показываю вам также при разном освещении, чтобы лучше были видны оттенки. Вот такие очень удачные, недорогие покупки у меня были в этот раз. И в конце этого видео покажу вам, чем я крашу брови. Сейчас идеальный макияж бровей. Что использую? Это вот такой жидкий лайнер с тонкой кисточкой бренд СУКУ. Карандаш новый. Кейт Токио Канебо. И вот такой прозрачный гель для бровей. Я часто использую. Марка RMK называется. Фиксирует волоски в нужном направлении. Приглаживает их. Сначала полностью делаю форму бровей с помощью карандаша. Светлый оттенок. Не перегружает лицо. Смотрится воздушным, дымчатым. Вот такой цвет. Идеальный. Для повседневного быстрого макияжа я использую только карандаш. Но для более красивого, идеального макияжа еще укладываю брови. Вот таким образом несколько раз нужно прочесать, стараясь не прикасаться к коже. Гель становится более густым, постепенно вязким и застывает волоски в нужном направлении. И последнее средство, это жидкий лайнер. Дорисовываю недостающие волоски. Смотрится очень натурально, как будто свои такие густые брови. Светлый оттенок 03 я использую. Тонкая кисточка, удобно прокрашивать. Вот такие три средства для идеальных натуральных бровей. Надеюсь, вам сегодня видео понравилось. Пишите обязательно комментарии. И до встречи, друзья, на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok